друзья всем привет мы пришли на огромный рынок который называется абу сахи у нас есть цель нам надо купить микроволновку за 50 долларов потом стиральную машину за 250 долларов и утюг за 20 долларов и мы сейчас находимся на самом огромном базаре техники называется абу сахи он просто невероятно большой я не знаю сколько он по площади мы сейчас сами все это увидите ну поехали мы идем большой компании на и павел смотрите с левой стороны название абу сахи центр говорят что там парковка перед нами мечеть и хочу вам показать здесь тоже парковались парковка платная машин много-много сейчас мы пройдем по льдам и посмотрим найдем технику за тот бюджет который мы себе обозначили прошлись пап в городе на маляке маляка это тоже в центре базар техники но больше магазины на бусахи я не была наверное никогда поэтому этот раз пройдем посмотрим изучим здесь вход сегодня выходной день кстати при всем при этом мы доехали сюда свободно было даже комфортнее чем когда едешь на улюбзор это все рядом будем заходить ташкенте у нас пасмурно никак не выйдет солнце хоть и за конец марта но в погоде что-то у нас подводит но вы не забывайте подписываться лайки комментарии все обязательно ну что я зашла в павильон сейчас покажу как все это выглядит вот начинаем мы здесь у нас что в поведение какие-то катерти да что-то бытовое вот такой вот материалы ткани мы сейчас нашли не в технику а в какие-то для смотрите для занавесок тут для штор ремни ткани такие всякие что смотрите сколько ткани разных разных а это не ткани это вот украшением реки вот наша техника здесь рядом и машинки не буду снимать в магазине могут засмещаться я вам все сколько узнают цены все расскажу смотрите когда красивая мечеть отряда через нее проходим дальше посмотрели машинки начинается такие 6 килограмм где-то 3 долларов микроволновки тоже пока пока дорого пока дорого но мы планируем все-таки уложить в бюджет и идем дальше в центр базара в центральную часть потому что мы сейчас были в павильоне где рядом находится парковка сейчас пройдем вот так по кругу и зайдем сам базар огромный мы проходим дальше справа кстати мебель продается мы ищем отдел с техникой вот здесь справа слева техника телевизоры машинки мы ищем непосредственно LG хотим найти за 250 долларов но пока таких цен на новые машинки нет сейчас пойдем дальше узнаем так здесь уже печки вот еще 2 зифлер зифлер тоже это в районе 300 здесь 6 килограмм 6 килограмм такое же да как мы смотрели так дальше вон там машинки здесь у нас и мир это по-моему китай да ну тоже симпатичные внешне но нам нужно и лучше этих скуку цены машины вот это зифлер она 260 зифлер это что у нас китай китайская что скажете на 6 килограмм вот этот зифлер 205 такие вот цены на машинки причем это китай пишите какие у вас цены мне прямо интересно вот магазин смотрите сколько телевизоров 5 машинки и кроваволновки в бестон куда не самые дешевые быстро зифлер даджи пройдет холодильники смотрим вот здесь тоже машинки даже видите и мир они вот китайские они сейчас пользуются спросом потому что достаточно недорогие но притом при всем больше чем 200 долларов здесь у нас тоже зифлер зифлер но они зато модно смотрят смотрите как и на закрыв ау-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли сколько стоитと elderski сейчас узная вам скажу здесь уже видите lg но они стоят больше 400 долларов где-то 450-600. Сколько стоит? А сколько такие машины? Здрасте, а сколько в какой цене? А там. Сейчас узнаем. Вот она, 7 килограмм 395, а 6? 6 и 300. 500. А вот тоже поменьше. LG? LG, самая дешевая у вас сколько стоит? 340. Это которая? Она? 340 самая дешевенькая LG. Вот так вот. Наиль сказал, что мы нашли цифрер за 240. Вот маленькая, да? А на сколько килограмм? 6. Ну симпатично, скажи. Вот такой белый есть за 240. Вот такая белая? Да, да. Тоже 6 килограмм. Тоже 6 килограмм. Если вот LG 340 держит. LG 340. Но LG, конечно, сразу видно, что она. Это шестережимная стирка, умный дом программа, второй цикл. Все есть, супер машины. Бак, даймонд, джелл, на все. А микроволновки у вас есть долларов за 50. Доллар за 50. Это 75. Вот эта баста. 50 долларов сейчас микроволновки нет. Нет, туда не найдем. Духовки самые 65. Вот так вот. Вот это самая дешевенькая, да? Да, да. Сейчас духовка тоже хорошая, греет. У нас дома микроволновки не пользуемся. Духовка? Духовка не, да. Самсунг. Здесь греешь, как это траппер. А, да-да. Хрустящая. А здесь хрустящая. Вот печень. Вот это микроволновки я не советую. А вот там у вас микроволновки красивые. Они в какой цене? LG-шные. Красивые. Сейчас покажем. Вот такие компактные. Вот это тоже очень хорошие. Это LG? 20 литровые. Да, внутри антибактериальные. Цена 120 долларов. Красивые, да? Ну, LG дорогие. Но видно по качеству, они сразу отличаются. Вектор есть. Вектор есть. Если у вас ниже тока, то тоже будет работать. Это в какой? Многие микроволновки, если ниже тока, то не будет бегать. Знаете, да? А-а-а. А-а-а. Метрон не будет идти. Поняла. Да, вот я про них спрашивала. Это, да, 25 литровый, тоже хороший. Тоже больше ста? Это 225 литровый. Больше ста, да. И вот, видишь, дефлеры? Ну, они вот такие уже крутые типы. А этот дефлер почему? Да. Вот это 47 литровый. Тоже прямой привод, правда? Мотор, это безременный. А-а-а. Вот раньше вот универсал же моторный, а сейчас уже дарик драйф моторный. А вот Тони без ремня тоже? Универсал моторный. Без ремня? Без ремня. Вот этот LG, он без ремня. Не, который будут пыру показать. 240 который? 240 универсал моторный. С ремнем. С ремнем. Они чинятся, у них есть гарантия какая-то? Гарантия 3 года официально. А, есть? Да, гарантийный сервис, центр, все есть. Ну, вообще классно, да? Вон та за 240, которая. Вот, девушка, гарантийный сервис. Ну, они пользуются, да, спросом сейчас? Ваши самые крутые, вот это вот. У вас дома какая машина? Ваши инвизит пользуются, инвизит, ваши если ниже токон, не будет проблем. А у вас дома какая? LG, LG. Тоже LG, да? 5 килограмм, ну, 17, ну, 18 лет уже. 18 лет, да, точно? Да, уже. Поэтому советуем. Только внизу чуть-чуть, да, уезжательно появился. Да. А так, четко радует. Нам тоже посоветовали LG брать. 17 или 18 лет? Да. Да. Жена, давайте вспомнимаем, вон работайте. Ну, значит, вот такой вот базар. Много-много магазинов. Дальше тоже очень-очень всего много. Техники просто невероятное количество. LG машинки самая дешевая, 360 долларов. Итак, мы купили утюг, вложили за 20 долларов, взяли имер, дали нам гарантию на 6 месяцев. И вот теперь у нас дело за микроволновкой. Машинки меньше, чем за 390, нет. Бюджет у нас 250. Видите, сколько машинок? Ну, мы сразу заходим и говорим, у нас есть 250 долларов, нам нужна машинка. Все качают головой и предлагают зифлет. Ну, зифлет, я не знаю, кто пользовался. Расскажите, вот видите. Все ее сейчас продвигают, говорят, хорошее по качеству, хорошая гарантия. Но если, конечно, сравниваешь с LG, LG прям качественное видно. Все, посмотрим в LG. Поэтому, наверное, здесь мы закончим, потому что и нет дешевых микроволновок тоже. Микроволновки тоже начинаются от 75 долларов. Вот взяли утюг. Не знаю, дорого взяли или дорого. Пишите, говорите. Вот есть тоже микроволновка. 235 литров. Россия с немцами? Тоже дорогая, да? Ну, он полноценный, 6 килограмм. Сюда полтора, одеяло спокойно поместится. Что не поместится, допустим, в LG, что не поместится. Вот это Эмир Зитлер. Эмир Зитлер вообще узкий был. Там 5 килограммов, на самом деле. А ПЭКО хороший? Нет. Смотрите, какие фирмы вообще не стоят у нас брать. Да, давайте. Эмир Зитлер вообще у нас сероцентра нет. А Эмир сказали есть? Нет. Ну, продаж, что угодно можешь сказать. А документы надо себе читать. Вот здесь, по-моему. Вот здесь, по-моему. Крань-ка вон, раскрываем. Где адрес сероцентра сверху? Ааа, нет. Магазин вам гарантировать. Ну, магазин сегодня есть, завтра нет. Да. Вот официально три года гарантии, если к наматуешь, здесь куда обратиться. Поняла. Не упускает. Вот это российская сборка. Да. Да, в какую цель? Она 355 долларов, есть еще потом российская сборка, годовая гарантия. Есть три года, есть годовая. Годовой, если возьмем, 340 долларов сделать LG. Техлетний – 355 долларов. Ага. Вот на российском он, как старый LG, только вырабатывает. Он соответствует надписи. А вот который подешевле, он не соответствует надписи. Все понятно. Сейчас, вот это у нас микроволновка. 76. Премьер. Так, ребят, нам сказали, что за 50 долларов мы здесь не найдем микроволновку. Мы пошли. Сказали, в Янгиабат езжайте на базар Янгиабат. К тому же у вас будет микроволновка за 50. Здесь 750 тысяч – это где-то 70 долларов минимум. Купили только утюг. Машинку будем искать в OLX. Что еще? Приволновку будем искать в OLX. То есть, в принципе, цены такие же, да, ребят, как и в магазинах, как и в городе. Я не могу сказать, что цены здесь как-то отличаются. Скажи, пожалуйста, ты почувствовал, что цены отличаются или нет? Не почувствовали. Да, с Маликой цены одинаковые. Да, с Маликой цены одинаковые. Задумано. Одна серьга здесь, другой нет. Это нормально. Вот. Цены, значит, самолет. Лицит класс. Цены с Маликой не отличаются. Ехать, в принципе, если у вас здесь нет знакомых, не надо. Ребята сказали, что можно поискать в идеальном состоянии за тот бюджет, который у нас есть на Янги Абате. Базар такой есть. Базар Янги Абат. Вот такие дела. Если у вас есть какая-то другая информация, если у вас есть какие-то другие связи, и вы скажете, что можно за эти деньги найти технику, вы мне пишите, подсказывайте. У меня есть два дня, нам надо за два дня найти машинку, найти... Что еще? Микроволнов. Вот. Ну, мы нашли несколько вариантов в LX. Очень хорошего качества. Поедем еще посмотрим. Вот. А вы расскажите, был ли вам интересен мой выпуск. Мне кажется, он был такой насыщенной техникой. и думаю, что многим было полезно. Пишите. Всем пока. Начался дождь. Мы поехали дальше. У меня уже вторую неделю идет ремонт, поэтому выхожу я не часто к вам на связь, но очень скучаю. Буду стараться выходить почаще. Ребят, теперь мы приехали на Бегтоп. Нам нужны какие-то особенные шурупы, которых нигде нет. То есть, я так понимаю, здесь есть исключительный товар, который можно найти на все что угодно. На втором этаже люстры. На втором этаже люстры, а на первом... На первом сейчас посмотрим. Здесь и краска, и ламинат. Интересно. Я в первый раз здесь. Не приходилось мне делать раньше ремонты. Здесь разная плитка. Вот оттуда есть вход. Кирпички. Можно, кстати, узнать, сколько стоят кирпички для декорирования. Строительные базары? Это очень и очень интересно. Вот смотри, какие здесь. Нет, здесь тоже строительная тема. Такая плитка фасадная. Красивый магазин. Ламинат. Сейчас еще поспрашиваем, сколько стоит ламинат. Мы спрашивали на кругу Джами, где это стоил квадрат 9 долларов. Вот. Декоративные кирпички. Красиво здесь. Прямо все сделали. Аккуратно. Ну, вот ламинат. Сейчас узнаю, сколько стоит. Пока мы пришли за разной фурнитурой. Нет? Не нашли? Так, идем дальше. Что здесь еще есть у нас? Разные лампочки. Карниза. Очень похож на базар кулюк. Прям кулюк очень-очень идентичный. Здесь раковины. Да? Интересно. Скажи на кулюк, да, похож? Да. На кулюк базар. Вот сейчас кулюк выглядит строительный практически так же. Все аккуратно. Здесь урны. Раковины. Красивые раковины. Смотрите, какие. Что у нас тут еще? Ну, вот это вот полностью идет сантехника. Ванны. Нам пока нужны шурупы. Сейчас, как купим шурупы, я смогу с вами походить побольше и посмотреть, что здесь есть интересно. Ребята, смотрите. Какие красивые. Ой, сейчас ударится антонами. Ого. Опасный парень. На шигулях. Думала, за день. Не задел. Я думала, что за день это он. Красивые, да, раковины? Такие вот они. Для ресторанов. Да. Мне нравится, интересно, сколько стоят. Вот здесь много. Разные экраны. Но народа, видите, нет. Здесь тоже красивые. Тоже, смотрите, здесь такие, как из турецких фильмов. Народу мало. Очень даже все подъезд доступный. Но если раньше цены разнились от цен в городе, то сейчас очень незначительно. Не могу сказать, что прям здесь дешево. Света, кстати, нет. Смотрите. В зале нет света, я вижу. Смотрите, тут у нас джакузи. Ну, единственное, здесь, конечно, огромный ассортимент. В этом да. В этом плюс. Какие хотите раковины. Обычно, вот мы спрашивали, раковины идут уже от 40 долларов и выше. Дешевле просто их нет. Тоже нет света. Здесь красивые. Вот так вот. Интересен ли вам такой контент? Пишите, друзья. Смотрите, тут есть супермаркет обоев. Мы сейчас узнали, сколько стоит краска, которая красит стены. На биктопе она дешевле даже, чем на куилике. В целом, разница вот каких-то таких стройматериалов с городом где-то бывает 5 долларов, бывает 3 доллара. Ну, то есть, если вы берете в большом объеме, то на биктоп можно даже съездить, я думаю. Ну, так. Ребят, хочу отметить, здесь не берут с карты. Нужны наличные, чтобы были наличные деньги. Поэтому снимайте деньги и потом приходите на базар. Ну, хотя здесь есть все банкоматы, я думаю, что не будет с этим сложности. Вот. Такая информация на сегодня. Мы еще пойдем на куилюк на днях. Поэтому будет еще выпуск про строительный базар куилюка. Такие дела. Еще, ребят, рассказывала вам про OLX. Что такое OLX? Это тоже система, как приложение. Там продаются товары. Иногда БУ товары, иногда новые товары, но по хорошим ценам. И очень часто можно, прям набираете OLX в интернете, в поисковике, можно найти много чего интересного там в OLX по хорошим ценам. Да, Паша? Да, Паша.